Дружба между мужчиной и женщиной. Миф или реальность? Эта тема всегда была актуальна, поэтому мы сегодня решили спросить у наших горожан, верят ли они в дружбу между противоположным полом. Отметим, что согласно проведенному опросу, большинство людей не верят в дружбу между мужчиной и женщиной. Представление о том, что дружить можно только со своим полом, пожалуй, более традиционное. Однако стоит отметить, что среди опрошенных, которые верят в разнополую дружбу, в основном были девушки. По мнению отвечающих, дружба между женщиной и мужчиной в Таджикистане в первую очередь не мешает местный менталитет, второе – ревность со стороны вторых половинок. Да, да, у меня есть, да, у меня очень много друзей. Девушки вы дружите на протяжении больше года? Да, у меня одноклассница. Одноклассница? Да. А у нее есть парень? Я не спрашивал, какие вопросы. А как вы дружите, если вы не знаете про личную же свою одноклассницу? Нет, личная жизнь – это личная, да, а так, общаться насчет этой темы. Нет, я в этом не верю. Не бывает, как говорят. Почему не бывает? Ну, потому что иногда только по любви, может, будут любить друг друга и все. Вот у вас никогда не было друга женщины? Был, был. Ну, вы просто влюблены были в нее, да? Да. И притворялись ее другом? Да. Ясно. И потом признали, что… И на этом дружба закончилась? И все. И убежала. Все, может, не менее. Однозначно существует, я в это верю, я просто дружу давно уже. У меня, простите, в окружении одни парни. Ну, не одни парни, но все-таки. А у этих ваших друзей-мальчиков есть вторые половины? Да, есть. А, не бывает ревности в стороне? Нет. Наоборот, подходят, даже спрашивают совета. Да? Да, как, что делать? Вот так вот, бывает, существует, я в это верю, однозначно, да. Да, какое-то времени, да, существует. До какого времени? После этого есть срок? Скорее всего. Пока что-то, во что-то другое не перерастет. То есть, твое мнение, что любая дружба на каком-то уровне перерастает в нечто более, да? Ну, или более, или меньше, но да, дружба, она никогда не может быть постоянной между парнями и девушкой особенной. Это можно, но сложно. Но сложно. Да. У тебя были сложности? У тебя есть сейчас друзья, девочки? С какими сложностями сталкиваешься? Я, да, в принципе, как сказать, у всех, в принципе, какие-то есть свои биологические особенности, которые, ну, усложняют вот эту дружбу. А так, все возможно, просто. Могут ли они дружить? Конечно. Да, просто дружить могут. Почему бы нет? Лишь бы хорошие люди были. Чуть по половым признакам, что вы дружбу определяете. Нет, конечно. У вас вот есть друг женщина, с которой вы долго дружите? Да, очень много других женщин. А у этой женщины есть муж? Муж есть, да. И мы с мужем дружим, мы с семьями дружим. Между мужчиной и женщиной не может быть дружбы, только любовь. Почему вот есть люди, многие, которые все-таки утверждают, что есть дружба? Ну, это в отдельных случаях. Редких случаях, да? Да, в редких случаях есть. А вот что мешает мужчине и женщине, это просто дружить, по вашему мнению? Ну, опять же, любовь. Потом это дружба, любовь. Превращается, да. Нет. Ну, может быть, в школе? А так в вас... Ну, не мужчина. Не мужчина, да? Знаете, все равно я думаю, что муж с женой, это и друзья, и муж с женой, и все. То есть мужчина и женщина не могут дружить? Нет, я думаю, что, знаете, могут дружить, но больше семейная дружба, семейные пары. Вот это как-то более приемлемо. У меня есть очень близкий друг, это мой одноклассник. Мы с ним дружим еще с школьного периода, а школу я так прилично закончила. А у вас есть такая половинка? Нет. А у него? Да. И она не ревнует его к вам? Нет. Абсолютно. У них будет свадьба, и я приглашена как почетный гость, так что проблемы в этом нет. Поэтому, мне кажется, в дружбе главное это уважение, что ли, и соблюдать какие-то границы определенные. Если ты их соблюдаешь и не переходишь, то дружбу возможно сохранить. И не один год дружим? Да. Даже 10 лет больше? Не знаю, может быть. Может быть. Ну вот за свою жизнь у вас был какой-нибудь друг? Может, друг детства? Я не знаю, с кем вы живете. Нет. Нет. Ну да, у меня есть много друзей, мужчин. Ну, парней, точнее. Ну, не всегда существует между мужчиной и женщиной. Всегда кто-то любит. Да, конечно, существует. Если не появятся там какие-либо чувства, я думаю, что дружба появится, то есть и будет между женщиной и мужчиной только тогда, когда возраст уже более-менее зрелый. А так в молодости 5 лет, не знаю. То есть вы думаете, что все равно какая-то дружба, она перестает в любовь? Да, бывает тоже такое. Да, но дружба необходима. У вас лично есть какой-нибудь друг, с кем вы просто вот дружите? У меня есть коллеги, с кем я очень хорошо дружу. Но я замужем, очень люблю своего мужа. Я замужем. Миша, рад. Что может быть мне замужем, чтобы просто дружить? Не надо. Но при этом верите, что Миша? Мамкиншава. Мамкиншава. У вас есть девушка? Нет. Нету? Ага, рамун девушка меду стоит. У вас же не меду даткивает дуста, чтобы бушать? Нет. Вообще нет. Хороший из нас. Миша, молодец. Почти все респонденты отметили, что у дружбы с противоположным полом есть срок, то есть она прекращается, когда кто-то из сторон начинает встречаться или вступает в брак, или же когда кто-то из сторон влюбляется, что приводит к романтическим отношениям или к концу дружбы.